Здравствуйте дорогие телезрители. Мы продолжаем с вами ездить по поселениям Ленинского городского округа и мы с вами в Молково. Сеть таблички спрятали за затемненное стекло, но все равно. Мы сюда приехали, мы хотим задать очередные наши пять вопросов и мы их обязательно зададим. Пошли задавать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Анастасия. Очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что, Анастасия, пять коротких вопросов. Значит, задаю вопрос, думайте над ответом и свой ответ оценивайте. Минимум в один балл, максимум в пять. Знаете, ставьте больше. Не знаете, ну уж сами там решайте. Если отвечаете правильно, я вам такое количество баллов начисляю. Если отвечаете неправильно, изымаю от вашего актива такое количество баллов. Ваша задача, как я сказал, набрать 15 баллов. Поехали. Первый вопрос. Осознав нехватку специалистов в этой области, Петр Первый решил готовить их из фальшивомонетчиков. Поэтому распорядился не казнить их, а отправлять на принудительные работы куда? Петр Первый, фальшивомонетчиков. Кого можно из фальшивомонетчиков сделать? Куда их отправить работать? Не знаю. Я не учила историю. Не, но здесь это не история. Вообще ничего в голову не лезет, честно. Ну да ладно. Вот смотрите, вот он фальшивомонетчиков. Что и чем они занимаются, фальшивомонетчики занимаются? Чем они занимаются, фальшивомонетчики? Фальшивые монеты создают. О, так куда их можно было отправить? В банк. А еще куда? В тюрьму. Ну вот как раз он их из тюрьмы отправлял в Сибирь. А куда он их работать отправлял? На какое предприятие? Где их? Завод. По производству чего? Монет. А как он называется? Не помню. Завод по производству монет, да? Да. Ну будем считать на один балл, что вы ответили. Я вам подсказал, как он их отправлял на монетные дворы работать. Да. Второй вопрос. Да вы расслабьтесь, все хорошо. Согласно экспертной оценке критиков, эти песни благоприятно воздействуют на ребенка, они успокаивают, создают комфортный эмоциональный фон, приводят в равновесие. Что это за песни? Колыбельные. Вариан? Колыбельные. На сколько? На четыре. На четыре. Это правильно, действительно, это колыбельные песни. Видите, как здорово. Третий вопрос. В переводе с латыни это слово обозначает начало. В русском мы под этим словом понимаем две буквы. Заменяющие имя и отчество. Фи-о. Имя, отчество. И-о. Это исполняющая обязанность. Заменяющие имя и отчество. Можно еще раз вопрос. Можно. В переводе с латыни это слово обозначает начало. В русском мы под этим словом понимаем две буквы, заменяющие имя и отчество. Ну, как у нас заменяют? Вот фамилия и они. Что это? В голове быстро. Вообще ничего на ум не приходит. Ну, вот. Фамилия и эти две буквы. Вот вы пишете фамилию свою, да? Имя, отчество и букву. Буква своего имени и отчества. Ну, да. Вот первую букву, да. А как они называют? Сокращение. У них есть название. А и начинается. Инициалы. Как вариант? Инициалы. На сколько? На четыре. На четыре? Ну, это уж совсем с моей подсказкой. На четыре. Правильно. Действительно, это инициалы. Четвертый вопрос. Вы в живописи хорошо разбираетесь? В чем? В живописи. А, нет. Нет? Нет. Понятно. Ну, тогда вопрос из живописи. Эта знаменитая картина является всего лишь второй частью художественной трилогии. Всего их три такие картины. Первая часть прибыл на каникулы. Вторая часть как-то называется. А третья часть называется переэкзаменовка. Вот как называется вторая часть. Я уверен, что вы эту картину знаете. Там, знаете, мальчик пришел, собака там и радуется. А все остальные над мальчиком так это. Стоят и прикалываются с современным языком, говоря. Не знаю. Прогулка, отдых. Не-не, вот смотрите. Вот он пришел со школы. Прогульщик? Прогульщик. Прогульщик. Он что-то получил? Двойку. Тройку. Тройку. Или двойку? Или двойку. Или тройку? Двойку. Двойку. А как картина называется? Неуч. Неуч. Ну тоже, кстати, может быть. Неуч пускай будет. То есть он двойку получил? Двойщик. Двойщик. Я не засчитываю его. Картина называется опять двойка. Итак, это у нас получается, у вас, у вас получается 9 баллов. Ну ладно, вот давайте сделаем таким образом. Сейчас если на 5 отвечаете, то зачтут. В переводе с итальянского это слово обозначает бутылка. Все дело в комике, решившем поразить публику веселой пантомимой с огромной бутылкой на голове. Зрители юмора не оценили. А название сценки стало синонимом понятия актерская неудача. Как называлась та пантомима? Вот актерская неудача, что у нас? Что терпят актеры? Крах. Потерпеть? На фе. Потерпел? Крутится на языке, я не помню. Иного заканчивается? Фиаско? Как вариант. Пускай будет фиаско. На 6, да? Да. У нас 9 баллов, надо на 6. Чтобы 15 набрать. Да. В баннере пропал. Фиаско. Фиаско, действительно фиаско. Ну, с моим, с моей помощью. Ну, как же без этого? Как же без этого? Я что-то вообще добрый стал какой-то. Я вручаю вам вот такой вот браслет. Это эксклюзивный. Берите, покажите нашим телезрителям. На нем написано победителем. Он цветонакопительный. Чтобы издалека все видели, что вы являетесь победителем программы «Думай, знаю, познавай». Супер в лице. Я с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин